Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Ольга Алексеева. 12 июля страна отметит День Российской Почты. История Почты России насчитывает более тысячи лет. Русская почта является одной из старейших в Европе. Когда-то почтовая тройка и ямщик стали символами России. А сегодня без почты трудно представить интернет-торговлю и доставку товаров. Итак, знакомьтесь с нас в гостях Оксана Иванова, пресс-секретарь управления Федеральной почтовой службы по Чувашской республике. Здравствуйте, Оксана Куприяновна! С наступающим праздником вас! Спасибо! Расскажите в двух словах, куда сегодня мчится почтовая тройка и как вы работаете в условиях пандемии? Почта России работает в полном объеме, в штатном режиме. Сейчас самая главная задача для нас – обеспечить безопасность и здоровье для наших сотрудников и для наших клиентов. Здесь Почта России четко выполняет все указания, все рекомендации Роспотребнадзора. Это маски, перчатки, социальная дистанция, уборка несколько раз с применением дезинфицирующих средств и так далее. Все, что положено в таких случаях. Выросли запросы на услуги, которые вы оказываете на дому? Платежи коммунальные, например, еще какие-то платежи? Действительно, в период всех этих ограничительных мероприятий у населения Чувашской республики, да и по стране в целом, вырос запрос на услуги, предоставляемые на дому. В конце марта Почта России в два раза снизила тариф на доставку посылок и мелких пакетов на дом и отменила сервисный сбор на прием платежей у населения через мобильные почтовые кассовые терминалы. В результате, вот за три последних месяца наши почтальоны доставили на дом полторы тысячи посылок и мелких пакетов и приняли на дому на 40% больше коммунальных платежей от населения через те же самые наши мобильные кассовые терминалы. Хорошо. А увеличился ли спрос на онлайн-услуги? Это тоже тенденция даже общемировая, я бы сказала, да, но, естественно, она и в России, и в Чувашии проявилась. И как раз вот в этот период карантинных всех мер Почта России внедрила там ряд сервисов, которые, ну, я бы назвала революционными эти изменения. Вот вы, например, Ольга, как отправляете посылку? Давно не отправляла, но если бы такая необходимость появилась, наверное, пошла бы на почту. И уже дальше получила бы консультацию и сделала бы. Совершенно верно. Многие наши клиенты рассуждают очень так же. И, ну, либо не знают еще об этом новом сервисе. Идеальная отправка посылки, например, выглядит так. Вы заходите на сайт Почты России или в мобильное приложение. Там оформляете адресный бланк, взвешиваете ваше отправление, оплачиваете отправление. И затем просто в течение трех дней приходите на почту и оставляете вашу посылку на барьере рядом с оператором. Если вы не смогли, например, распечатать адресный бланк или вам неудобно оплатить эту посылку дома, вы выполняете совершенно те же самые операции на сайте, за исключением этих двух, да? И там же на сайте можете заранее записаться на прием в отделение. И вам придет на сообщение телефон, что, уважаемая Ольга, такого-то числа, например, 10 июля в 18 часов ждем вас в отделении 428-00. В операционном окне номер 3. Действительно, мы уже говорили, что в последние три месяца почтальоны доставили на дом полторы тысячи посылок и мелких пакетов. Для этого достаточно было просто позвонить на горячую линию, либо на сайте оформить заявку на доставку. Этот сервис у нас действует и сегодня, да, он продолжает работать. Более того, давно уже у нас работает курьерская доставка. Если вы хотите отправить экспресс-отправление, ЕМС-отправление, вы точно так же, позвонив на телефон горячей линии или на нашем сайте, оформляете заявку. К вам приезжает курьер и забирает у вас все. Тут же на месте оформляет. Соответственно, и доставка происходит тоже лично в руки получателю. Кстати, вот сейчас услуга наложенный платеж также оказывается на дому. То есть получатель, если посылка приходит с наложенным платежом, ЕМС-отправление, получатель может оплатить ее сразу. Курьер к вам приезжает с терминалом, соответственно, можно легко это сделать. Быстро все легко сделать, да. Правда, что при получении почтового отправления не нужен паспорт? Ну, совершенно верно. Мы об этом уже много говорили, и наши клиенты об этом отлично знают. Более того, у нас 80% получателей не предъявляют паспорт в отделении связи. Это уже новый наш онлайн-сервис, так называемый, так называемое упрощенное получение. Когда человек, приходя на почту, не предъявляет больше паспорт, не оформляет извещение, он один раз у нас регистрируется, и далее все получение у него идет через простую электронную подпись. Ну, проще говоря, через СМС-код. И в последнее время у нас внедрено еще одно новшество, так называемое электронное извещение. Раньше человек, чтобы узнать о том, что ему пришло почтовое отправление, должен был найти бумажное извещение в своем почтовом ящике и с ним прийти в отделение. Абсолютно верно. Да, потом у нас появился такой сервис, когда стало можно на сайте уже или в мобильном приложении, зная номер, отслеживать свое отправление, но бумажное извещение, тем не менее, все равно приходит. А сегодня наши клиенты могут вообще отказаться от бумажного уведомления, оформить электронное извещение, и, соответственно, ждать больше бумаг никаких не надо. Когда вам на телефон придет сообщение о том, что для вас в таком-то почтовом отделении лежит посылка или заказное письмо. Да, вы, соответственно, приходите по СМС-коду, получаете свое отправление. При этом вы ни разу не соприкоснулись ни с ручкой, ни с бумагой. Практически не контактировались с работниками почты. Да, удобно, тоже согласна. Есть такая услуга, называется легкий возврат. Что это такое? Расскажите, пожалуйста. Услуга тоже очень интересная, и она действует для покупателей интернет-магазинов. Например, вот вы купили платье. Купили на авито у продавца платье, получили посылку, принесли ее домой, платье померили, оно вам великовато. Вы его пакуете обратно, упаковку приносите на почту, все, у вас его приняли и отправили продавцу обратно. Вы дополнительно ничего не платите и никаких бумаг при этом не оформляете. Обо всем заранее уже договорились Почта России и торговая площадка. Здорово. Это очень удобно, да, и опять же выгодно получается, потому что не всегда то, что заказываешь. Да, это очень удобно. Потому что услуга возврата у нас раньше, ну, в принципе, и сейчас она платная, но по этим договорам, которые работают с торговыми площадками конкретными, да, по этим соглашениям, все происходит за счет самой площадки либо продавца. Да, для покупателя бесплатно. Замечательно. В преддверии праздника хочется, наверное, какие-то итоги подвести и немножечко расскажите о планах на будущее. Почта России продолжит развивать дистанционные сервисы. У нас сегодня очень большие планы, особенно в том, что касается предложений для бизнеса. Это и новые проекты, и новые дистанционные решения, какие-то онлайн проекты. Я не буду о них подробно рассказывать, да, они будут, наверное, сюрпризом в определенной степени для наших клиентов. В то же время мы, естественно, продолжим и улучшать качество своего сервиса. И одним из главных направлений станет создание социальных центров в наших сельских отделениях. Да, мы хотим, чтобы почтовое отделение на селе стало центром притяжения, чтобы на его базе могли оказываться и социальные, и телемедицинские услуги, и услуги МФЦ. То есть сконцентрировать в одном месте максимальное количество услуг и сервисов для населения. Что ж, я думаю, что это очень хорошее направление, и у вас обязательно все получится. С праздником еще раз вас. А я напоминаю, что у нас в гостях была Оксана Иванова, пресс-секретарь Управления Федеральной почтовой службы по Чувашской республике. До свидания.